Чтобы вырастить здоровые томаты, получить отличный урожай помидоров, я кормлю растения йодом. Несмотря на то, что вношу йод лишь трижды за сезон, результат меня неизменно радует. Вот уже три года, мои помидоры крепкие и здоровые, а их плодоношение всегда на высоте. Первую подкормку йодом провожу, когда на молодых растениях появляется 2-3 листка. Уже через несколько дней после процедуры вы заметите, что рассада стала крепче. Повышается устойчивость к вирусным и грибковым заболеваниям. Чтобы приготовить раствор, внесите в 5 литров в ведро с теплой воды 3-4 капли йода. Хорошо перемешайте жидкость. Полейте молодые растения. Чтобы не оголить корни рассады, вносите подкормку при помощи обычного шприца. Вторая подкормка помидоров йодом требуется в период цветения или появления на растениях завязей. Процедура снижает количество пустоцветов. Повышает устойчивость к непогоде и болезням. Для приготовления питательной жидкости внесите в 10 литров емкость с водой 8-10 капель йода. Тщательно перемешайте жидкость. Полейте грядки с томатами. Для каждого кустика требуется примерно 1 литр раствора. Последняя, третья подкормка томатов йодом проводится во время плодоношения растений. Процедура положительно сказывается на вкусовых качествах помидорчиков. Существенно продлевает срок плодоношения. Чтобы сделать раствор, внесите в емкость с 10 литров воды пару килограмм древесной золы. Добавьте 10 грамм борной кислоты и 25-30 капель йода. Хорошо перемешайте жидкость. Дайте составу настояться 2-3 часа. Разведите водой 1-5. Полейте помидорчики. Для каждого кустика требуется примерно 1 литр питательной жидкости. Спасибо за просмотр. Если вам было интересно, то поставь палец вверх и подпишись на канал. С нами будет интересно и полезно. Всем пока.